В России в эти выходные проходят выборы президента. Это главное событие политической жизни страны в этом году. Напомним, голосование длится три дня. С 15 по 17 марта. Общее число избирателей в России более 112 миллионов. За пределами страны почти два. В Югре участвовать в выборах могут 1 миллион 155 тысяч человек. Самый крупный по числу избирателей в регионе – Сургут. На его долю приходится 303 тысячи человек. Как отмечают в избирательных комиссиях всех уровней, на президентских выборах всегда фиксируют высокую явку. Поэтому и работа на каждом участке должна быть отлажена. Голосование в Югре организуют более 7 тысяч членов УИК. Все они прошли обучение и готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться избирателям. В первый день голосования, 15 марта, за два часа работы избирательных участков, по данным ЦИК, в России успели проголосовать почти 3% избирателей. Это более 3 миллионов человек. В Сургуте 130 избирательных участков. В нашем городе голосуют и так называемые мобильные избиратели. Это те, кто не прописан в муниципалитете, но изъявили желание голосовать тут. Таких больше 15 тысяч. Подробнее о том, как проходят выборы в нашем городе и в Югре. Смотрите в сюжете Мария Ливанян. Больше четверти россиян, обладающих избирательным правом, проголосовали в первый день выборов президента. Это почти 30 миллионов человек. Из них в Сургуте более 97 тысяч. Это почти 34% от числа тех, кто имеет право голоса в нашем городе. Напомним, в этом году выборы проходят три дня – 15, 16 и 17 марта. Такое решение было принято для удобства избирателей, чтобы успел каждый. Правильно, что продлили, скажем так, голосование в эти три дня, потому что у людей будет больше возможности прийти на свои избирательные участки. Могу вам сказать, что у нас очень много людей, которые прикрепилось. Это те люди, которые по какой-либо причине решили выбрать для себя удобный избирательный участок. Это тоже очень хороший показатель. Таких цифр – это почти 15 тысяч. Таких цифр у нас, в общем-то, никогда не было с момента этого мобильного избирателя. В Югре работают 734 избирательных участка. Все они традиционно открыты с 8 утра до 8 вечера. Качество организации голосования на одном из них лично оценила губернатор Наталья Комарова. Глава округа работа членов комиссии осталась довольна. Таким образом, каждая из нас так или иначе влияет на собственное развитие и развитие всей страны. Это первое. Второе, что рассказывать. Время требует сплочения. Время требует того, чтобы мы были вместе. И выборы президента Российской Федерации – это тот час, тот период, то, что мы должны все вместе сделать. Как отмечают председатели УИК в Сургуте, наибольший наплыв голосующих был в первый день с самого утра. «Считаю, что надо проголосовать. И мне на работу сегодня в ночь. И потом я не смогу просто прийти. Почему с тобой ребенка взяли?» «Ну, захотел посмотреть, погулять». «Мы с удовольствием идем и голосуем уже 40 с лишним лет». «Потому что гражданская позиция должна быть активной. Не то чтобы долг, но реализация своего права. Нужно такое делать». «Хоть один голос, все равно думаю, что это важно. Как, почему? Это решается судьба нашей Родины, наша власть у нас какая будет». «Это долг каждого россиянина, тем более в такое сложное время. Ну, как, почему? Мы должны в трудное время поддержать Россию, сплотиться и прийти хотя бы на выборы в этот день». «Сколько мы прожили уже?» «58». «58 лет прожили. И вот каждый раз…» «Все выборы, сколько было, нас все посещали и голосовали только за своих». «Это наша страна, наше будущее, наша жизнь». «А каждый раз приходите на выбор?» «Обязательно. Обязательно. Всегда участвую». «Во-первых, я пришел, потому что это мой осознанный долг, сознательный, вернее, долг. А во-вторых, я постоянно выбираю президентов, наших губернаторов. Я считаю, что это нужно сейчас, особенно сейчас, в этот период. Но голосовать, я думаю, что это гражданский долг». В числе первых проголосовали и главы муниципалитетов. Андрей Филатов утром 15 марта пришел на участок в Сургутской филармонии. «Безусловно, эволюция некая была, хотя, наверное, в своих принципах ничего не изменилось. Это полная прозрачность, полная чистота результата. И сегодня, когда на всех участках уже города Сургута электронный подсчет, ну, здесь практически полная стерильность и легитимность всех решений. На мой взгляд, это очень важно. «Моя личная убежденность. Я всегда голосовал. Стоять в стороне – это худший вариант сегодня, тем более в нынешних обстоятельствах. Когда ты причастен к тому, куда идти, как идти, с кем идти, и понимаешь свою роль в этой работе, в этом пути, на мой взгляд, это самое важное». Традиционно в компании «Мамы» голосовал и глава Сургутского района Андрей Трубецкой в Барсово. Здесь в первый день выборов тоже был ажиотаж. Открытие участка 15 марта на пороге ждали десятки человек. «С утра всегда есть народ. Надеюсь, так будет до конца голосования, что все придут и исполнят свой гражданский долг. Это главное политическое событие этого года – выборы президента, высшего должностного лица нашего государства, от которого очень многое зависит. Призыв только один – не надо сомневаться, надо прийти и проголосовать. То есть право выбора у вас есть, надо прийти и проголосовать. То есть сделать свой выбор, исполнить свой долг». С желанием исполнить свой долг на выборы пришла и мама участника СВО Татьяна Шмелева. Ее сын прямо сейчас исполняет боевые задачи на передовой. Как отметила женщина, голосование – это обязанность перед своей страной, которую без труда может исполнить каждый. «Я всегда хожу на голосование. Сегодня вообще особенный день. Мы выбираем президента нашей страны. От нашего выбора зависит будущее нашей страны. Я всегда за выборы. И вся моя семья. Первый день голосования я решила, что перед работой обязательно зайду на избирательный участок. Тем более работаю рядышком, то есть недалеко по пути на работу. «Сын мой выполняет гражданский долг, защищая нашу родину. Я со своей стороны, как его мать, исполняю свой гражданский долг, придя на выборы». Отметим, что сами бойцы, которые сейчас выполняют задачи СВО на передовой, тоже голосуют. Для них провели досрочные выборы. Об этом рассказали в социальных сетях полномочного представителя президента Уральского федерального округа Владимира Якушева. Заранее проголосовали те подразделения, что сейчас работают на Авдеевском направлении. Для них были подготовлены выездные участки в тыловых районах. Кроме того, избирательные комиссии посетили подразделения, выполняющие боевые задачи на передовой в других направлениях. Напомним, что для 4,5 миллионов избирателей на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – это первые выборы президента России. Для нашей страны это первый раз в истории, когда голосование по избиранию главы государства проводится в регионах, где введено военное положение. ЦИК России сообщили, что пока все проходит благополучно. Они изъявляют свою волю на территориях этих регионов и югорские волонтеры, которые сейчас помогают в госпиталях. Об этом сообщил руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов. Ребята, по всей видимости, получили открепительные удостоверения, потому что уже есть фото, видео, как они голосуют в самих госпиталях. То есть они прям с гордостью это делают, они присылают видео, как в госпиталях играют военные оркестры. То есть как вообще ребят поддерживают именно вот в этот день. Впервые голосовать будут не только жители новых регионов России, но и молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. В Сургуте таких более 2000 ребята отметили, что дебют участия в выборах, особенно таких масштабных, очень волнителен. Это сегодня мой первый раз, потому что мне только в этом году исполнилось 18 лет. Думаю, в основном эмоции ответственности. Также от этого зависит, конечно же, будущее нашей страны. За безопасностью на участках следят сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Установлены видеокамеры. Прозрачность и открытость выборов контролируют и общественные наблюдатели. Их на участках в Югре работает более полутора тысяч человек. Решила попробовать для того, чтобы посмотреть изнутри, как все происходит, как на выборах, как голосуют. Очень большое количество людей приходит голосовать. Очень радует, что не безразличен наша страна, и люди хотят сделать свой выбор в положительную сторону. В Сургуте все 130 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Они полностью исключают человеческий фактор при подсчете голосов и гарантируют, что не произойдет ошибок. Работы по обработке бланков за все три дня начнутся 17 марта в 20.00, когда закроются двери УИК. Ожидается, что оглашены результаты выборов будут уже в понедельник, 18 марта. Мария Ливанян, Даниил Панков, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...